Я приветствую всех и каждого, с вами Бадди. Сегодня в рубрике Индия мы продолжим с вами прохождение давно уже почти год начатого проекта под названием Ламбер Айланд. Проект выходит эпизодично, практически если так подвести то по эпизоду в год. Первый эпизод The Letter мы прошли с вами еще в далеком мае 2013 года, ссылочка будет в аннотациях к этому видео. Напомню, мы там с помощью этого мишки, могучего дровосека АК, куриная жопа и непонятно какого-то чудища, висящего на стенке с головой в виде непонятных каких-то гениталий и торчащими ногами, которые мы сожгли, проникли во второй эпизод. Второй эпизод называется The Light, свет. И мы его начинаем. С одной стороны приятно сюда вернуться, а с другой стороны не очень. Да, через эту дверь мы прошли. Игра с довольно очень гнетущей и весьма-весьма не особо приятной атмосферой. с заготовленными, скриптованными страшными моментами, типа вот таких вот падающих баллонов с газом. Для тех, кто не знает, а может быть забыл, а может быть не знал и не хочет знать, расскажу историю этой игры. Ну, имеется в виду ее художественную историю. Ламбер-Айленд был довольно известным островом, на котором добывалась древесина. И вроде как все шло хорошо, люди жили, древесина добывалась, так, под ногами какая-то вода, пока не обнаружили на ней, в ее недрах нефть. Как только это произошло. Люди... Бля, от сандалика все пить. Я извиняюсь, дровосек вернулся. Мишка, 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 а где твоя улыбка? Миша, Миша, ламбермен is full of darkness. He afraid the light and brightens when the Gensinator wake. Понял. Надо включить свет. Я извиняюсь за мат, но был напуган. Знаете, такое? Рубись, любись, пожалуйста, ламбермен, он боится. Ну, рубись свет! О, рубился свет. Где свет? Все, свет, 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 свет. Свет? Свет. Ха-ха, ты играл в Ланвейк, а я играл, свет, тут ты меня не можешь достать. Лохопер, 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 ты лохопер. Так, друзья, попытка номер два, которой я постараюсь не материться. А во второй да расскажу историю. Нашли здесь... Так, ну, не могу взять, нет? Нашли здесь нефть, заставили людей отсюда выезжать, выселяться. И как только... Все, так сказать, до последней капельки все было из недр этого острова забрано, он был оставлен, можно сказать, на погибель. Так, давайте сразу посмотрим, что где. Один человек, только один человек с топором, убил всех работников сегодня. Никто не мог его остановить, даже пули были для него бесполезны. Зашибись! Зашибись! Так, ну, как вы помните, я первый эпизод, когда проходил, я тоже только со второй попытки смог понять, что от меня требуется, потому что если не походить по территории и не прочитать записки Мишки, и примерно не понять, что хочется. Непонятно, что хочется, потому что у тебя свет включил, Мишка мне написал свет, он боится. А вы видели, что свет он не хрена не боится, причем в нем очень довольна, так и умело машет. Да что ж ты за падла! Умело машет топором. Миша! Пиши точнее, что делать! Иначе я тебе... You can't there simply walk, you can't there simply walk, when the generator work, he's afraid of light and brightness. Канистра. Не знаю, зачем она. Но явно пригодится. Падла, быстро ходит. Так, здесь не так много места, ребятушки. Канистру явно нужно набрать что-то и поджечь нефть. Стоп, удавники. Стоп, удавники. Дайте мне нефти, я хочу нефти. Сейчас он, по-моему, мне по башке даст опять. Дашь мне по башке? Дашь мне по башке? Дашь мне по башке? Дашь мне по башке. Где набрать мне бензин? О, нужен кран. Где кран взять? Кто-нибудь видел кран? Ну, ваф имеется в виду рукоятку, чтобы набрать. Так, ну это очевидно. Очевидно, что мы подбираем канистру, пытаемся ее наполнить. Я не понимаю, где кран взять. Так, давайте смотреть. Канистра, бочка. Поставили. Где кран? Ну, только у меня один кран вот здесь вот. Почему он не берется, я не могу понять. Что за дебилизм? О, кран взялся, кран взялся. О, спасибо тебе, Гейбниел. Спасибо тебе. Так, так, ты идешь сюда. Идешь сюда. Я такой раз тебя и обманул такой. По часовой побежал. Ты ж тупой, ты же лесник. Ты ж можешь так трубить. А я такой раз сюда. Оп, оп. Оп, у меня полная канистра. Полная канистра у меня должна быть. Так, попытка номер два. Попытка номер два. Так, ты идешь. Почему ты оказался там, где ты не должен был оказаться? Я считал, что ты тупой. Так, давай, наполняйся. Ну, возьмите канистра. Взялась, да? Что за глюки? Когда, блин, сзади чувак с топором. Глюки вообще не камельфо. Где ты? Почему я тебя не вижу? Вижу. Так, очевидно, что нужно вот этот генератор наполнить. Стопудово. Мишка, ты не знаю, на нем сидишь. Умри, подло. Давай себе. Почему нельзя было сразу так светло сделать? Блин, только здесь этажей-то. Все, все, умирай. Умирай. Где ты? Что происходит? Опять темно. Так, я слышал, где-то он рядом. Дальше что? Так, кстати, я тут штуку не включил. Это важно, не важно? Может быть, кашечка открылась? Блядь! Ты что ж так пугаешь меня, свет? Твою дивизию. Лак какой был после включения кнопки и включения самого света. Так, с какой-то четвертой попытки у меня только получилось. Догадаться, что сначала нужно канистру поставить, а потом кран взять. А я с руками, с каниструю в руках пытался... Так, там что-то записка какая-то. Не было ее? Да не было ее стопудово, я бы увидел. Так, здесь ключ. Я спрятал кое-что для тебя. Проверь, пока он не вернулся. И не буди мою маму. Не будить твою маму? Ты не был? У тебя есть мама? Я не хочу ее будить, я боюсь. Мама, это Дибер. Заметили, как ключ висит? Я могу левитировать предметы. Экстрасенсы. 18 сезон. Так, ну очевидно, что тут ключи с кашечкой. Как пить дать? Что я взял? А, ломик. Ломик. Гордон Фриман. Ломиком по башке? Дровосеку? А, все, понял, куда мы ломик применим. Там у нас, помните, лестница есть? Я еще подумал, что, может быть, надо, чтобы дровосек ее поломал. А мне как-то от него увернуться, но это вряд ли. Ну-ка. Ха, отлично. Так, ломик пропал, да? Так, Мишка, привет. Хелло, Мишка. Ну поддывать бы тебе, Мишка, коленкой по ушам твоим. Такой сундук какой-то запертый. Ну блин, опять ключ нужно где-то искать. Но очевидно, что нам наверх, потому что мы там еще не были. И проверить я хочу, что именно там. Для начала. Блин, тогда по-любому он сейчас опять появится. А, б-б-б-б-б, мозги. Рубить мозги. Страшный дядька, блин. Несмотря на то, что он медленный, он страшный. Потому что когда тебе нужно под воздействием его вот этих вот... Так, что здесь такое? Угнетающих маневров что-то предпринять? Что ты сам не знаешь что Так что это вообще такое за место Клетки Я помню клетки с первого эпизода У тебя они падали мне на голову Так Огонетки эти всякие Опять призраки Ненавижу призраков Ладно Очевидно что можно проверить дверь Но я пока не буду проверять Так О свет можно включить Пока вроде никто не угрожает Но это такое шаткое равновесие Потому что сейчас по любому появится по скрипту Где нибудь где хрен его знает Я его не жду Так миски с пешком Я ничего не вижу Что здесь можно взять Пошли дверь проверим Здесь что-то есть There is nothing here Your captain Обиосли Так Можно затянуть О зашел Зашел Так I don't like this помещение Что у нас здесь Какие-то схемки Фотки Стикеры Ничего не берется Да Так это что за Зажигалка И что это за патифон такой Проигрыватель да Пластинок Я правильно понимаю На херном Видно Судя по всему Да Так Какой-то Рабочий стол Шкафчики не открываются Книжка не берется Сейф Неудобно фонарик Сделан Понятное дело Что он у меня в правой руке И он не по центру Как это обычно бывает Но все равно К этому надо привыкать Ладно Что у нас тут Записка Так Гаечный ключ Но гаечный ключ Не берется Что Что за Калечки яйца С плюсиком Не понял Это намек Что у ламбера Шесть яиц Ладно Я не понял Ну Давайте еще раз посмотрим хрень какая-то не понимаю что такое так еще записка да его жена бросила его забрала ребенка с собой ну в общем он сошел с ума судя по всему он скоро скоро сдастся и примет нашу сделку но помните мы в первом эпизоде кто не смотрел а кто может быть смотрела не помнит мы находили записку о том что его принуждает продать землю я вначале это прохождение говорю что то есть людей заставляли выселять и видимо он был последним из магикан так можно выразиться кто не продавал свою землю и каким-то образом они на ее показывать психическое давление не удивлюсь если жену с ребенком убили на ней подлые манипулисты так чем не тут сделать на скажите мне пожалуйста или меня наружу выходить я не понимаю что здесь делать и все оба смотрел в эту дверь он не выходит в эту дверь а это что такое сален хилл мазафака тудака а сейчас ты какая-то дура это военно жена его жена его нужна че такое что такое пластинка 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 это по любому пластинку до вас проиграть страшная тетя стремная тетя да заходи быстрей быстрей появился здесь нет здесь здесь нет он сделал что-то правильно это очевидно до кучи не что он там за углом состоит я выхожу у меня пока чирыжки тупым топором миша миша ты сюда пришел миша твоя психоделичность меня доконает я тебе честно скажу когда сидишь и смотришь на меня у тебя можно взять она прошу раз на тебя нас тут я тебе правда не вижу в тени но где-то у меня в руках прошлый раз тебя надо было садить на стульчик что теперь посидим послушаем с тобой эту прекрасную пластинку прийти как он ужасен светит и зажигалки и игра стрёмная до безобразия и чё дальше то чё опять выходить может это тетки надо отдать мишку ну-ка страшно будет страшно где ты у кто-то стоит ты кто ты жена юри за вайфи на мишку на мишку только ничего не было получит такое ключ чего спасибо тебе это заставляет меня вспоминать о моей дочери возьми этот ключ он прячет секреты в сундуке 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 а сундук сундук мы здесь видели закрытый помните стопудово как моя племяшка стопудовники здесь был закрытый сундук и мы что-то сейчас найдем а пукольные пукольные газы пукольные газы ламбер напердел сундук заперли кстати заметили здесь был проход а я горю baby the night is on fire идет куда бежать то меня здоровье не тратится куда бежать это было вот мы прошли эпизод 2 эпизод 3 начинается какой-то комнатки и судя по всему через годик мы его с вами увидим миша поддавать бы по тебе по твоей улыбке ну что ж давайте закончим с прохождением этого эпизода для тех кого интерес поиграть самому скажу что купить можно приобрести эту игру в клиенте по названием десура аналог steam и один эпизод стоит около двух долларов но имейте ввиду что если покупать второй эпизод он включает уже первый то есть таком смысле но если покупали первый эпизод во второй придется покупать заново не такие же большие деньги а впечатление в принципе масса качественный проект графические идейно продуманно хорошо видно что под ним литературная база да вот эта история дровосека гида нефтяные компании жена дочь и причем головонки довольно нетривиальны не всегда сразу понятно что делать но когда ты это уже сделал тут понимаешь что а как я сразу не догадался но в любом случае надеюсь вам понравилось ли эти комментарии подписывайтесь ставьте лайки с вами был они были плей увидимся в новых страшилках все пока пока так Субтитры сделал DimaTorzok